так еще один эксперимент с такой простенькой конфигурации вот это вот от asus видно платка на а320 чипсете и процессор а8 четырех ядерный в нем встроенная графика r7 и дополнительно вот карточка просто было интересно посмотреть карточка тоже radeon r7 graphics на карточке 4 гига памяти 4 гиговое а выделяется вот процессорное видеоядро там биосе можно выставить но там не каждый параметр он поддерживает зависит от объема оперативной памяти так как она оттуда ее черпает то есть если вот 8 гигов сейчас стоит она там позволяет максимум до 2 гигов выделить но не факт что она их сможет использовать все бывает так что после этих настроек биосе нам подвисает и в авторежиме она конечно минимальный режим только срабатывает после сброса а когда памяти там было 16 гигов я другие планки ставил там она позволяет по моему аж до 4 гигабайт выделить памяти но естественно ddr4 то есть у нас не работает и довольно неплохо то есть даже можно сказать лучше чем вот это почему потому что ddr4 память быстрее а на этом сафировская видеокарточка она тоненькая маленькая но из-за 4 гигов недорогая вышла там интересно было попробовать на ней ddr3 стоит память есть такие же r7 график с gddr5 памятью вот и немножко побыстрее но все равно это скорость она такая незначительная что там оценка системы показывает 1 2 балла разница в общем то и что еще интересно я эту карточку засовывал это от asus плата вот в ней мульти монитор стоит там где раздел графики и он оба виде графических два чипа когда я эту карточку вставлял в плату от msi да постарше чуть-чуть по моему на четырех пятидесятом чипсете там была опция сейчас вспомню и гибрид гибрид графикс то есть она позволяла две графики между собой соединять как бы и одна обрабатывает там вертикальные строчки другая горизонтальные то есть как бы две графики вместе работают на этой плате я такого такой функции не нашел и и теперь как их две совместить и использовать пока не придумал еще простенький вот маленький блочок питания принципе сколько процессор 60 ватт ну и это 60 может 65 ватт то есть 120 ватт там плюс-минус 130 ватт это максимум что может потреблять эта плата устроить поудобней вот сейчас он запущен стресс-тест тоже для интереса максимум от 58 градусов на вот этом встроенном родном кулере маленьком его за головой хватает вот она шурует общие температуры там 55 57 и видно же два графических чипа то есть как r7 2 графики интересно будет попробовать между собой находят общий язык ладно это можно отключить теперь уже вот диспетчеры устройств они так и обозначены r7 внешняя и r7 внутренняя и так этот диск стоит от другой системы вот если первую оценку она показала на внутренней графике 6,9 на ддр4 с оперативки то внешней 6,8 да ну там где ддр3 память в принципе а если было ддр5 ну была бы семерочка наверно 7,1 максимум то есть особо не принципиально вот так же они обе на 20 нанометровом техпроцессе это внешняя 4 гига памяти на хуниксе и шина 128 бит но машина она же не использует полную этот же внутренний процессор он же отгрызает 8 линий под внутреннее видеоядро и получается что внешняя карточка работает не в полную мощность можно сказать то есть на x8 только сколько это 64 бита да получается и скажем покупать процессор со встроенным видеоядром где отгрызено 8 PCI экспресс линий чтоб потом использовать видеокарту не совсем логично то есть этот нюанс надо учитывать внутренняя графика тоже 28 нанометров ядро вани но он сейчас выделил 512 но там в авторежиме он ее немножко скажем так расширить может динамически что если я читал 8 PCI экспресс линий отгрызано и вот скажем это заметно в общем то наверное все что я хотел показать то есть просто из-за того что нет гибридного режима я пока еще почитаю может быть где-то что-то найду еще как он включается и почему в биосе его нету и поддержки может быть нету я не знаю пока вот а так больше пока ничего не тестировал просто что интересно было как они взаимодействуют между собой это уже в процессе теста может быть дальнейшем что-то выявлено все благодарю